Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Сургутнефтегаз вышел на ремонт дорог в Сургуте. Работники треста градообразующего предприятия начали приводить в порядок фрагмент проспекта Мира. Отремонтируют участок от перекрестка с Лермонтово до пересечения с Островского. Новый асфальт появится по обеим сторонам краежей части. Сейчас фрезеруют старое покрытие, крошку вывозят. После начнется подготовка к асфальтированию. Если повезет с погодой, закончить планируют к середине месяца. Традиционно нефтяники в Сургуте начинают ремонт магистрали, только сходит снег. Помогают городу по соглашению о социально-экономическом партнерстве. На проспекте Мира, если повезет с погодой, закончить планируют к середине мая. Также, по данным нашего телеканала, Сургутнефтегаз приведет в порядок улицы Пионерную и Рационализаторов. В Сургуте за круглым столом общественники, представители власти и подрядных организаций обсудили ряд тем из нацпроекта «Экология». Это рекультивация полигона ТБО на восьмом километре автодороги Нефтьюганск-Сургут. Аналогичный проект в Нижневартовске – строительство нового межмуниципального объекта для хранения отходов в Сургутском районе. Стало известно, что возведение полигона ТБО вблизи городского поселения Федоровский планируют завершить в 2026 году. Участок общей площади у 80 гектаров находится в зоне лесного фонда, а значит, потребует перевода в реестр земель промышленности. Сейчас власти уже занимаются постановкой объекта на кадастровый учет, идет процесс заключения договора аренды участка, что необходимо для старта разработки проектной документации. По комплексному межмуниципальному полигону для города Сургута, когда вынимое поселение Сургутского района, в процессе исполнения конституционного соглашения возникли особые обстоятельства. размещения объекта на представленном земельном участке не согласовано по Сургутнефтегаз, в связи с чем создание объекта на первоначальном участке невозможно. Стороны в процессе переговора пришли к решению о замене земельного участка. Сургутнефтегаз согласовал альтернативный участок. Рекультивируют свалку в Сургуте, которая по решению суда уже закрыта больше года, а также в 2026-м. По предварительным подсчетам обойдутся работы в полтора миллиарда рублей. На данный момент мусор из нашего муниципалитета вывозят на площадку ТБО, которая расположена на 27-м километре дороги Сургут-Лентор. В филармонии прошла церемония закрытия 11-го фестиваля «Зеленый шум». Напомню, этот проект городской филармонии – творческий бренд Сургута, основанный в 2013 году. В рамках него молодые музыканты из разных регионов России могут заявить о своих талантах, обменяться опытом со старшими коллегами, объединиться для создания творческих проектов. Президентом и художественным руководителем фестиваля является Екатерина Мечетина, лауреат международных конкурсов, член Президиума Совета по культуре и искусству при президенте РФ, солистка московской филармонии и пианистка. Уделить время каждому благотворительный фонд Ректория Надежды в преддверии 9 мая передал подарки и теплые пожелания ветеранам. Отметим, что акцию готовили не один месяц. Помимо сбора презентов для героев, было решено также передать письма от детей. Для этого школьникам провели патриотические уроки, познакомились с историей полевой почты. Второклассники вписали в заветный конверт и треугольники свои пожелания. Первой поздравили Хану Дворкину. Ветерану в декабре исполнился 101 год. В момент начала войны она была студенткой в Ленинграде. После второго курса университета Хана Мардуховна пошла работать в Трест, который строил укрепленные огневые точки для обороны. А в 1942 году студентов эвакуировали. Приказали нас, вывезли. Я кончила два курса, ждала по институту в Ленинграде. И увезли. Три недели увезли от Ленинграда до Новосибирска. В Сургуте на набережной Абис 1 мая ежедневно в полдень звучит выстрел в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Производят его из пушки тех времен ЗИС-3, но используются только холостые снаряды. Орудие носит имя завода Сталина, на котором и была изготовлена. Но за надежность и покладистый характер военные чаще звали ее просто Зосей. В Сургуте посмотреть на полуденный зал приходят десятки горожан. Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Огонь! Безоперационная пересадка волос в центре акватория. Быстро, эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 39 04 28. Что такое готовая квартира в новостройке? Это возможность выбора свежих, интересных планировок и этажности. Ремонт, который точно обойдется дешевле. Новые коммуникации, новые окна, новые детские площадки и паркинги. И ваша новая жизнь. Новостройки в самых разных частях города и района от компании «Сипромстрой» уже в продаже. Ипотека 3,9% на весь срок. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok